Мир вам, братья и сестры, давайте мы помолимся. А то же время мы опаздываем сегодня, время, глядя, на часы. Придется, кстати, опять переводить часы скоро. Только перевели в ту сторону, опять придется переводить. Пусть надо было потерпеть пару месяцев, и уже не надо было переводить. Ну, слава Богу, что... Давайте помолимся, попросим Божьего благословения и будем начинать. Любящий Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность здесь сегодня собраться, на этом месте. Мы благодарим Тебя, что Ты через Слово говоришь, Святое, что Ты там, где Твое или Трое, собраны во имя Твое, что Ты присутствуешь там, среди Господа народа Твоего. Мы благодарим и верим, что Ты сегодня среди нас. Господь, учи нас, говори нам, а нам дай слышать голос Духа Твоего Святого и следует за Тобой, областью, преображаясь в Твой образ. Благослови все церкви по всему лицу земли, которые сегодня собираются для поклонения Тебе. И будь прославлен, в этом служении наш Бог, Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой. Аминь. 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 Он здесь, Он здесь, Ночи встречи Он с Тобой, Он здесь, пред Тобою, мой Господь, Преклоняются сердца, Знаю все, Богуший Бог, Что Ты здесь, Пред Тобою, мой Господь, Преклоняются сердца, Знаю все, Богуший Бог, Что Ты здесь, О, Он здесь, О, Он здесь, Хочешь встречи Он с Тобой, О, Он здесь, Нежно глаз Его звучит, Для Тебя Он говорит, Всех любви Его святой Всегда горит, Всегда горит, Нежно глаз Его звучит, Для Тебя Он говорит, Всех любви Его святой Всегда горит, О, Он здесь, О, Он здесь, О, Он здесь, О, Он здесь, Хочешь встретиться с Тобой, Чтобы над душе покой, Верни сердце для Иисуса, Ты открой, Хочешь встретиться с Тобой, Хочешь встретиться с Тобой, Чтобы над душе покой, Верни сердце для Иисуса, Ты открой, О, Он здесь, О, Он здесь, По милости Господа, Мы не исчезли, Ибо милосердие Его не истощилось, Оно обновляется каждое утро, Велика верность Твоя, Господь часть моя, Говорит душа моя, И так буду надеяться на Него. Песня царя Все, в чем мечтаю я Лишь одна любовь Твоя, Господь Иисус ты повестил Свой огонь внутри меня, и все, о чем молю, приняй всю жизнь свою, И знаю лишь, тебе мой год, все мечты свои найду. Иисус, Иисус, меня освободил, мне душу обдавил, Иисус, Иисус, держусь я лишь тебя, ты не предашь меня, Ты в сердце навсегда, Иисус мой, и Господь моя сала, Вся надежда на тебя, в сердце мне огонь любви зажги, Всего и духа обнови, и все, о чем молю, приняй всю жизнь свою, И знаю лишь, тебе мой год, все мечты свои найду. Иисус, Иисус, меня освободил, мне душу обдавил, Иисус, Иисус, держусь я лишь тебя, ты не предашь меня, Ты в сердце навсегда, Иисус мой, и сердце навсегда, Иисус мой. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание моё не сокрыто от Тебя. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Душу мою пусть втопчет землю мою, и слава мою повернет в страх. Восстань, Господи, во мелье твою подвидись против неистовства врагов моих, проводись на суд, который ты заповедовал. Сонный день станет вокруг тебя, над ней поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорожности моей во мне, да прекратятся злоба нечестивых, а правду потребиться и воды, испыдуешь сердца и утробу, правен Боже, щит мой в Боге, спасающий правым сердцем. Бог судит правильный, Бог всякий день строго взыскающий. Если кто не обращается, он изучает свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерть стрелы и делает болящими. Вот нечестивый изучал неправду грусть, чрева злоба и дает в себе ложь. Рыл рог и выкопал его, и упал в дьяму, которую приготовил. Злоба его обратилась на его голову, но за действие его упадет на его теле. Славлю Господа по правде и пою имени Господа Всевышнего. Итак, в стихе Сатро Патрете, который я прочитаю сейчас. «Господи Боже мой, на тебя я попала, спаси меня на всех гонителей моих и избавлю. Да неисторник подобно льву души моей, терзая перед нами избавляющего». В этой молитве Давид стараться призывает Бога избавить его от гонителей. Иначе Давид, словно беспомощный, который попал в добычную льву, будет схвачен и убит. Далее, с 4 по 6 стих. «Господи Боже мой, если я что сделал, и есть неправда в руках мне. Если я платил зло тому, кто был со мной в мире, и я, который спасал даже того, кто без причины стал врагом моим, то пусть преследует душу мою и настигит. Пусть втопчет землю жизнь мою и стал ему поверен в праве». Здесь мы видим, что Гусс менял вину Давиду длинный бенящий беззаконий, в том числе и вероятный, и в окружении самого царя. Но Давид отстаивает свою невиновность. Ему предупределяют ложные обвинения, и в руках его, по сути, неправды нет. Он не стремился отомстить царю, кстати, даже тогда, когда ему выпала такая возможность. Если он действительно совершил это преступление, то он готов к расплате за него. И вот как он тут и пишет. Пусть его на стилу сварят, повернут в землю и убьют. Далее 7 по 9 стих. Он пишет. «Воставь, Господи, в огне митроя, подвинись против неистоства врагов моих. Проводись для меня на сон, который ты заповедовал. Сон предистанет вокруг тебя, и над ними поднимись на высоту». Но поскольку этого не было Давид, как бы смело призывает Господь. «Встань в огне митроя, покарай врагов из-за чтенебильных». Давид описывает, как он вызывает народ для великого суда. На суд собирается огромное количество людей. И его восстает на престоле и, соответственно, их судит. Давид просит вот здесь лишь одного, чтобы его судили по его правде и по его непорочности. Это могло показаться верхом самонадеянности, но, если мы заметим, Давид не утверждает того, что он был на всех путях своих праведник. Да, 62 по 13 стих. «Допрекратиться с глобой нечестивых. А праведника, подкрепили и воды, испытываешь сердца и утропы. Праведный Боже, щитный Бог, Бога спасающего правому сердцу. Бог судил про праведник и Бог всякий день строго взыскающий. И, если кто не обращается, он изращается во меч, набегаясь в полу и направляет его». В стихе 10 выражена вековая мольва притеснения народа Божьего. «Каждая верующая душа взывает о том, чтобы царство нечестиво было повержено, и чтобы праведному наследовать землю. Этот день придет, когда Христос вернется, чтобы установить свое царство. А до тех пор праведник был, знающий полосы и желания людей, будучи долг и защитным правым сердцем, как судья правильный». С 13 по 18 стих. «Вот нечестивый зажал неправду, был чреват злобу и родил себе ложь, рыл кровь и выкопал его, упал в яму, которой приготовил. Злоба его пройдет на его голову, из-за действия его упала на его тени». В конце царства Давид уверен, что враг пожинает свои плоды. Грех его пройдет обычный путь зачатия, беременности, рождения и смерти. Враг Давида прежде всего зачал себе этот грех. Вскоре он уже вынашивал словные идеи, а затем у него родился гаварный банк по убийству псалду Берца. И все это одернулось, как мы видим, против него. То есть мы видим, что он сам упал в ту же яму, которую ты и вырвал, по сути. В 18 стихе в конце Давид пишет такие слова. «Славлю Господа, поправьте его, ибо имени Господа Всевышнего». Здесь уже мы видим торжество. Торжество – это беспристрастность справедливости, которая побуждает Давида в воздействии хвалу Господу, Богу нашему. Аминь. 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 Здесь!!!! Глава. Глава. Глава Богу завтра. Ещеgar�� death. Здесь все это halten за 2 части causing самоома аминь Глава Богу расстроена ситуация старая orchis because of the purpose of the fire of the fire. И болит, приходишь на голова, И зимой расслабляет весна. И зимой расслабляет весна. И от лета снова ждут, Как от смерти в света посады и стыд. Счастье это, значу цвета, За моей планетой посвящен молитву. Счастье это, значу цвета, За моей планетой посвящен молитву. И зимой расслабляет весна. И зимой расслабляет весна. И зимой расслабляет весна. И от лета снова ждут, Как от снежных света, Счастье это, значу цвета, За моей планетой посвящен молитву. И зимой расслабляет весна. Только дня на тиху не усну. Пока запасились мы, Все молитвы сольются в одну. Все молитвы сольются в одну. Ты, а где-то, смотри, Пусть над подстежней света И славы и славы. Счастье это, Снав, что где-то Над моей планетой Услыши молитву. Ты, а где-то, смотри, И славы и славы и славы. Евангелие от Марка, 5 главе, Написано Если хотя к одежде его прикоснусь То выздоровлю И прикоснулась к одежде его Он смотрел на ту, которая сделала это Сквозь толпу пробираюсь Хочу одного подойти к Иисусу поближе Нужно мне прикоснуться к одежде его Но Христа за толпой не вижу Люди, люди, чужая одежда вокруг Чьи-то спины и локти и плечи Я вернусь, я попробую завтра А вдруг никогда его больше не встречу Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой Где я завтра искать его буду? Он уйдет, а со мною останется боль Нет, сегодня свершится пусть чудо Слышу злые слова Кто-то грубо толкнул Пропустите, мне нужно к Иисусу Пропустите Шепчу на минуту одну Только края одежды коснусь я Вы не знаете, как я устала страдать Пропустите, пожалуйста, люди Кто из вас может мне исцеление дать? Но коснусь Иисуса и будет Вот он, рядом почти Не похож на других До Иисуса лишь раз я дотронусь Не заметит никто Здесь так много больных Я горячей ладонью К хитону Боже Словно прошел через тело огонь Мне казалось, земля загрожала Я одежды Иисуса Коснулась рукой и здорова Я верила Знала Иисус оттеснял Взгляд Христа на меня Он спросил Кто одежды коснулся Неукрыто Господь Это я Это я Иисус мне в ответ Улыбнулся Я такую улыбку Такие глаза Никогда и нигде не встречала Я запомнила, как он сказал Дочь, вылезай Чтоб по вере Ты все получала Это было давно И не в точности так Это было совсем не со мною Но я тоже искала Как женщина Люди тоже стояли стеною Раздвигая толпу К Богу в жизни я шла Пробиралась к Иисусу С надеждой, как та женщина Верила я И ждала И к святой Прикоснулась одежде Не ладонью А сердцем К хитому креста Иисус отыскал меня взглядом Дочь Дерзай Говорили устам И страдать больше сердцу Не надо Я ни с чем не сравню Миг блаженнейший тот Через сердце прошло Божье пламя Вы стоите в толпе Вот спаситель идет Прикоснитесь Попробуйте сами Подойдите сегодня К Иисусу Христу И у края одежды Склонитесь И услышит Господь Сердце Ваше Восток Прикоснитесь К нему Прикоснитесь Аминь Не знаю Кому как Но он мне очень помогает Когда На душе тревожно Бог говорит Если Бог за нас То кто против нас И очень интересно Что Этот стих Он меня ассоциируется С одним С одной из частей Счастья Часто спрашивают Что такое счастье Счастье это Когда мы имеем Христа Когда Христос Его с нами Это счастье И давайте мы вместе Сейчас Поем И Там есть такие слова Как счастлив я Что я Христа имею Подумаем о том Что эти слова Значат лично для нас Часы Приводные И сомнения И в виду Снега Света Брит собой Душа Болит И знает Заполнение Все чудо Смотрит И в теле Своё Как счастье Я Что я Христа Не верю Как счастье Я Что Он Всегда Со Мною Живу Я И Об этом Не жалею Как счастье Я Что Он Со Мною Другой О Против Ты Трот И Свет И Присос Господь Живи Во Мне Всегда Что В сердце Был Моё Замечен Лёвый Не Долуп С Под Тяжесть У Христа Как счастье Я Живя В Христа И В 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 ПЕСНЯ 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 нас в таких вот вещах, которые будут происходить. Помните, да? Такой глава, который говорит о последнее время. Я не буду еще считать. И всегда я думал, что это относится к каким-то конфликтам на Востоке. Это Иран, Ирак, с новостей. Всегда думали, что это где-то. Никогда, вот я с братьями разговаривал, никогда нельзя было подумать, что когда-то это может коснуться славянских народов. Когда это начало происходить у нас в стране, и мы понимали, насколько это было просто раздуто, накачано, больше такой вот тумана, дымовой завесы, больше, чем самого конфликта, то поневоле думаешь, как Слово Божье, оно сегодня актуально. И восстанет народ на народ, и царство на царство. И причина восстания не написана. Из-за какой причины, какие там мотивации. И я думаю, одна причина, это грех, который может быть. Потому что все люди грешники, и из-за этого возникают всякие-всякие разные конфликты на этой земле. Но в этом интересном послании Иисус сказал, «Но будет проповедано царство». Помните, да, так написано? «Будет проповедано». И когда-то я получил такое понимание. Ведь кто-то будет участвовать в конфликтах, кто-то будет соблазняться, кто-то будет там участвовать в разных-разных всех вот этих вот мероприятиях, о которых говорит Иисус. Но Слово Божие говорит, что кем-то будет проповедана Ивангелие. И я понял, что это непосредственная работа церкви. Непосредственная работа всякого верующего в Иисуса Христа человека. И стать соучастником этой работы Господь призывает каждого искренне повернувшегося к нему. И я думаю, на сегодня как никогда задача вот церкви на Украине, кстати, это именно занять вот эту позицию проповеди Ивангелия. Какого Ивангелия? Ивангелие о спасении человеческой души. О том, что на этой земле вы знаете, все однажды завершится. Что земля и все дела сгорят. Что все мы в ожидании второго пришествия Иисуса Христа, который придет и воздаст каждому по делам Его. И в избежание Божьего суда, и Божьего гнева, и разделение участи с грешниками в аду, Бог усмотрел единственную возможность спастись это через жертву Иисуса Христа. Вы согласны с этим? То есть это единственное. Это не то, что там один из путей. Как сегодня там, знаете, в Европе говорят, что нельзя проповедовать, что Иисус это единственный Бог. То есть надо как бы так демократично и так относиться к этому. Но Евангелие от Иоанна, шестая глава, Иисус говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И для нас с вами, для меня лично, я скажу, это огромное привиление, огромная честь, вы знаете, проповедовать об Иисусе Христе. И говорить об этом единственном пути. И сегодня Украина переживает такой конфликт, инфляцию и всякого рода, знаете, такие потрясения. Мы, как церковь, как люди, которые знают истину Божию, настоящего, настоящее такое, то мы можем, знаете, показать вот свет, стать вот светом этому миру. И мы используем, естественно, всякие различные способы для того, чтобы приносить этому миру пользу. Сегодня люди, они очень страдают. В Украине, вообще, сейчас вот мне братья спрашивали, вот как, если смотреть с экономической стороны вопроса, то у меня семья вот 5 родителей. Сейчас ни пособия на детей не дают. Вообще, просто, если экономически смотреть, там, на пенсию уже, положили налог. Вот пенсионерам налог платит с пенсией. Там, за газ, за свет, это, как у нас говорят, такие у вас цены на газ и на свет. Это космос. Просто, ну, сложно. Но при всем при этом, вы знаете, если посмотреть в другую сторону вопроса, сегодня для церкви просто везде открытые двери. То есть, если посмотреть возможности, которые Господь дает для проповедии Евангелия, они просто расширены. Проповедуют, посещают больницы, открытые везде двери. При церкви у нас еще есть, я говорю, братья, молодежная общественная организация. Зарегистрировали мы ее где-то, наверное, уже больше 10 лет. И это общественная организация, молодежная, я вот являюсь президентом этой организации, главы правления, и она помогает нам зайти туда, где, скажем, нас как религию, громаду, как церковь, нас туда, как общину, не впустят. Мы можем зайти как общественная организация и делать большую работу, как именно социальная организация, которая делает работу. Хотя, выполняя эту работу, мы всем людям раздаем приглашение церковь, раздаем брошюры, проповедуем, то есть, мы выполняем ту же самую работу, которую мы бы мы и делали. И попросили братья немножко показать фотографии. Вот как все-таки сегодня вот мы, к примеру, у нас в городе, выполняем некоторые такие возможности, которые Господь нам дает, мы их используем. И вот братья, давайте покажем быстренько слайд. Вот здесь у нас вот это, это пункт выдачи умунитарной помощи. Мы организовали это место. То есть, вот народ, видите, приходит, у нас работает один раз в неделю, с четырех до шести. Совместно, скажем, с департаментом, мы имеем списки людей, либо каких-то знакомых, многодетных списки, малоимущих, и у нас они по спискам. То есть, мы можем выдать им только один раз в месяц. не можем, а они получают. Один раз в месяц. Выдаем продукты, тушенку, различные, как бы, очередь прямо стоит. Это пункт выдачи. И моя вообще мечта, чтобы он работал не один раз в неделю, хотя бы два-три раза в неделю, чтобы ресурс такой был, одежды и разной-разной помощи. И мы ставили такой список, вы видите, они с паспортами, дали вот такой буклетик, в котором расписано расписание служения. То есть, пожалуйста, приходите служение. вот это снимки, сделанные в начале марта. Это вот уже я успел буквально уехать и еще буквально свежие снимки. Это мы загружаем на реабилитационный центр помощи. Там и зубные пасты, и мыло, и одеяло. Больница получает. То есть, мы, у нас в церкви есть люди, пять человек, сестер в церкви, они работают в детской больнице. Вот в больнице отделение неотложной травматологической помощи. И, вы знаете, на больницу отправили груз. Причем, когда они получают, это моя семья небольшая. Ну, давай, дальше. Четыре. Это здесь мы, я был приглашен в Одессу на миссию ОБСЕ по правам человека и я являлся одним из представителей, скажем, Николаевского региона. Вообще, Николаева я был один от Николаевской области. Представлял как религиозной организации и по правам человека. И, это тоже интересная тема, сейчас не буду много на ней останавливаться. Видите, я окажусь рядом с батюшкой православным, а слева от меня представитель причем такого экстремального ислама. Ну, мы с ним так подружились здорово. Я ему говорю, тебе Иисус нужен, ты уже рядом. Ага, давай, дальше. Вот это нам дали такие сертификаты, давай дальше. Быстренько подскочим. Здесь село, евангелизацию. Мы в селе сделали, то есть, я будущее евангелистом, я не могу без евангелизации И Господь дала возможность, мы собрали вот здесь все село, привезли туда подарки, аппарат сладковатый у нас есть такой, мы детям крутим, сладкую вату. Собралось все село. Вы знаете, на сегодня в этом селе церковь 12 человек. Представляете, вот 3 человека сейчас готовятся к водному крещению. Давайте дальше. Занято строительство церкви. 2 года назад, 3 года назад, в 2014 мы купили 3 участка земли. Это просто чудо Божье, это 30 соток земли мы купили и это закладка фундамента. Ну вот, кстати, дом молития тоже хотел построить, верю, верю, что Господь даст благослови, хотя суммы очень такие вот февраль это выдача тоже это пункт выдачи. Молодежь наша, они как волонтеры организации общественной получаются. Наша же молодежь церкви, они же и волонтеры общественной организации. И так здорово. это в селе многодетная семья получает от нас помощь. То есть это в этом ведре в этих ведрах мыло, наборы для полотенца. В общем, все то, что бытовое, скажем так. Вот эта семья 10 детей. Это мы посещали вот март 2017-го, буквально перед моим отъездом. Мы посетили семью. Это в больницу мы заезжали, вот это в детское отделение. Тоже там наши пять сестер работают и они вот эту гуманитарную помощь распространяют. Еще у вас был еще один удивительный проект. Мы 31 декабря в 9 часов вечера привезли 100 подарков детям, которые не имели возможности быть на Новый год. Знаете, с родителями, с мамочками. То есть там вся больница была просто в захвате окажут у нас. Вот бабушки это наши сестры из церкви. Вот такие люди живут в условиях ужасных. Но мы помогаем. Это наши лагеря с молодежью. Мы раз в год проводим молодежные лагеря. Это утренняя молитва с разбором слова, чтения, писания. Лагеря, лагеря. Мы снимаем там базу и каждый год проводим такие мероприятия. Вот все привет нам дают. Арбуд богослужения. Это тоже в лагере. Там рядом одна церковь. Она нам давала помещение. Мы могли с базы прийти и проводить богослужения. Это уже заключительная наша фотография. Это моя семья. Мы поем, играем. Я сам на баяне играю. Нет времени сейчас спецы играть. Это наша молодежка театральные спектакли делает. Такие разные служения церкви. Это молитва за Украину. Вот кстати со мной приехал пастор Юрий Борисович вот говорят со мной ты помнишь мы молились? Еще это братик. Уходное крещение каждый год проводим. Уходное понемногу. Знаете сейчас нет такого как 90-х где накрестили по 2-3 захода по 15-20 человек. Это вот переселенцам помогают. Уже там привозили помощь. Каждый год проводим и логализационные школы от сердца к сердцу мы их называем. Я являюсь представителем этой школы то есть на улицах проповедуем сейчас там может будет это еще что-то дальше а вот мы на улице подходим к людям и задаем два вопроса уверены ли вы в том что вы будете с водом на небесах вот почему мы уверены так уверены если есть возможность вот так от сердца к сердцу подходить вот пастор Юрий тоже был одним из преподавателей этой школы туда это наркология мы посещаем регулярно этих ребят наркологии это фотографии с 19-го года вот такая наркология у нас закрытого типа у меня там доступ можно заходить там еще не разрешают однажды я даже привозил вот это преподавателя с Америки один приезжал этой школы мы с Богом туда заходили это евангелие мы так проповедуем приезжаем в село это припуска и в Новокатеринке другие дети собирались тоже один из методов что мы делаем мы привозим гуманитарную помощь вот раздаем Новые Заветы то есть говорим пожалуйста выбирайте одно только условие по пять вещей в руки то есть ну что знаете там подъедут и прицепами то есть одно во всей этой раздаче есть свои правила но я не буду рассказывать этого то есть люди обувь люди приходили дети вообще в таких порватых там в ботинках мы там и лапки давали и все и проповедовать то есть таким образом скажем достигаем людей в любом случае мы говорим друзья как бы там ни было вокруг мы как церковь хотим показывать вот эту сторону жизни человека что Иисус пусть их любит что мы их любили жить не просто вещами а то мы делаем это потому что желаем спасения этих людей потому что хотим это максимально с любовью так сделать чтобы люди узнали нашего Господа давайте дальше еще сюда сюда вот такая сейчас приблизительно работа я очень коротко об строительстве говорить не буду потому что это такая тема вот буквально перед отъездом вы знаете братья меня уже бросили можно сказать в поезд по честному подяку дали нашей организации на украинском не буду считать на русском период объединение дружин это жен и матерей военнослужбовцев оберег вот это Ольга Малярчук которая девушка которая является организатором вот этой организации мы с ней познакомились и интересная такая женщина и заберу немножко в сторону мы не жертвуем на конфликт мы не посылаем помощь не собираем ни денег ничего абсолютно мы не ездим в эту зону конфликта мы не хотим жертвовать туда где воюют убить но есть люди пострадавшие от конфликта понимаете есть те которых ранили дети которые лишены убили парня допустим или он ранен без ног очень многие то этим семьям конечно мы помогаем и объясняем что Господь есть и так далее это Ольга Малярчук у нее самой был муж офицер 79 этой знаменитой нашей бригады Николаевской десантной и скажем он очень тяжело ранен и когда его привезли в Николаев то вот эта его жена Ольга и там двое или трое детей сейчас не помню трое по-моему она организовала организацию помощи матерей и мы с ней подружились по одной причине что этот человек который непосредственно знаете вот я знаю что этот человек конкретно работает она ездит там недавно у нас буквально перед моим отъездом хоронили ребят двух двух соток привезли она говорит вот я лично сама езжу покупаю рабы вот все никому ничего же не надо и помогает вот этим семьям то с этой Ольгой я как бы скажем познакомились потому что она вот непосредственный скажем участник то есть это не какие-то там посреднические организации а именно та девушка которая несет вот эту работу ну что я вам скажу знаете время сложное но в то же время мы как церковь имеем вот такую огромную возможность понимаете да то есть вроде как бы беда вроде как сложная ситуация но при всем при этом я вижу огромный огромный позитив в том что мы можем все-таки послужить есть где послужить масса масса работы которую нас ждем скажу вам так что знаете я давно в служении и вот допустим мы когда говорили о поколении 90-х когда мы проповедовали а сейчас поколение которое родилось в конце 80-х 90-х это это то поколение которому уже там скажем 30 лет как минимум да уже это то поколение которое снова нужно евангелизировать то есть это уже совершенно другое ну другое поколение и время так пролетает смотрю 20 с лишним лет прошло вот 92 25 лет а ведь если кто-то даже родился в 92 это уже ему 25 лет и уже сейчас идет такая скажем необходимость в том чтобы служить и проповедовать ну и конечно истинно у нас методы ограничены для проповеди Евангелия ну что мы можем мы только можем говорить молиться и заниматься благотворительностью то есть через добрые дела через через любовь к этим людям мы можем достичь их сердец расскажу вот что когда мы приехали в это село в Новокатеринополь и проповедовали там одна женщина она уверовала покаялась там приняла на крещение и как-то так тяжело она шла там работа два года мы ездили представляете никакого результата два года это что не каждую неделю каждое воскресенье мы собирались с братьями ездили уже как-то знаете когда нет результата что-то так оно как-то уже на душе так томно и одна там сидела Светлана она говорит и когда она покаялась и вот уверовала и она говорит вы знаете я даже не представляю где бы я была если бы вы сюда не приехали в это село мы с братьями когда ехали назад я говорю смотрите мы иногда думаем хотим какой-то быстрый результат а человек может быть ему нужно было два года чтобы разобраться уверовать и принять Господок отличного спасителя я говорю и стоит это и сегодня там по 12 человек трое мы еще троих мы сейчас еще готовим на водное крещение проходят специальная программа из 10 уроков и они проходят эти занятия пастор ему еще 5 минут и я смотри слово Божье говорит Евангелие от Матфея 13 все ее знают да притча о Сеятеле и написано так получал их много притч не говоря вот вышел Сеятел Сеятел третий стих вот вышел в Сеятеле смотри какие у Сеятеля есть методы ну очень небольшие скажем ограниченные методы и я думаю что мы вот скажем люди которые занимаются служением евангелизации пробоведи евангелия у нас очень ограниченные возможности и что необходимо для того чтобы быть в служении в служении проповеди евангелия это выйти что сделал Сеятел я думаю оно вышло он не просто сидел с семенами он не просто сидел в амбаре своем и знаете был как бы хозяин такого огромного огромного знания того что у него столько есть зерна что он столько имеет понимания я имею ввиду каких-то вещей но он вышел важно для нас это выйти все таки у нас есть чем выйти Сеятел он не выходит с пустыми руками когда мы выходим на евангелизацию когда мы говорим о том что мы должны служить людям я верю в то что у Господа нашего Иисуса Христа есть ресурс для нас смотрите я иногда думал что Бог дал для меня чтобы я нес людям и служил вы знаете я имею здоровье я умею разговаривать я умею читать писать я имею самого Иисуса то есть у меня много того что я имею и иногда может быть мы не настолько богаты чтобы думать ну я не настолько там чтобы как-то что-то делать какие-то проекты но мы можем молиться мы можем участвовать мы можем много чего делать для того чтобы слово Божье или Евангелие распространялось и так сеятель он вышел но он вышел и спустили руками Господь он нас наряжает он дает нам Евангелие иногда когда на улице мы проповедовали я подходил к людям и разные люди вот сами себе незнакомым людям приходилось подходить и они там такие вопросы мне задавали и на каждый вопрос где-то я не знал ответа но на некоторые вопросы просто Господь давал такое семя такое слово что я сам удивлялся думаю я в жизнь может быть сам бы не придумал я понимаю я понимаю что когда мы делаем какую-то работу то сам Господь Он снаряжает нас у нас есть чем выйти и у нас есть драгоценный Евангелие и третий принцип это сеятель он сеет не всякое семя знаете не все не все люди которые мы проповедуем не все люди которые мы делаем добро или какие-то там гуманитарные проекты я прекрасно понимаю что не все из них будут отзываться о нас хорошо не все из них скажем какие-то есть слова не все из них друзья принят церковь ну согласитесь да ну не все иногда иногда это огорчительно хочется чтобы каждое зерночко дало оружие хочется чтобы каждое слово которое ты проповедишь каждый человек которому ты уделил внимание время чтобы он принял Господа Иисуса Христа и не все семя может быть зайдет не все не вся может быть почва оказывается той почвой которая там скажем принесет какой-то плод для Царства Но в любом случае все эти или мы как люди Божьи мы все равно продолжаем и продолжаем эту неотомнимую скажу вам друзья что сам Господь Иисус Христос и в моей жизни и в жизни многих может быть из вас кропотливые дружины как сеет и сеет в наше сердце в нашу жизнь благословляет хотя мы не всегда может быть много понимаем может не все семя может не все слово так быстро делает какую-то работу в нашем духе в нашем душе в нашем разуме но сам Господь показывает пример неутомимого работника над каждым из нас Аминь друзья и я желаю каждому из нас понять эту важную истину для каждого кто служит Господу поэтому прошу вас молиться за нашу Украину за наши народы вот я вот скажу вам так что не люблю эту тему конфликтов для меня Россия это страна где живут масса моих друзей и в Ульяновске и в Московье живут самые родня и как-то для меня сложно понять как можно воевать вот скажем в этих всех ситуациях но ты все при этом Господь же не послал нам служение раскачивания конфликта Господь нам дал служение примирения и мы как церковь понимаем что Господь соберет перед лицем своим все народы перед соберутся что все народы перед Господом и церковь она не может участвовать в том чтобы знаете разжигать конфликты или пояснять кто на каком боге разговаривающий языке все люди они достойны Евангелия и спасения потому что кровь Иисуса Христа была пролита за каждого из нас вне зависимости от какой-то национальности какой Господь не смотрит на твой паспорт не смотрит на наш статус кто мы генерал или кто там Господь смотрит нас как на людей которым Он дал жизнь Он автор жизни каждого человека на этой земле и каждый человек живущий на земле достоин быть спасенным и мы как церковь должны просто быть соучастниками этого грандиозного работы каждый может быть в своем маленьком-маленьком зернышке на этой земле и пусть Бог благословит наши все церкви по всему миру в Украине в Америке там в России все трудятся все хотят одного чтобы как можно больше людей спасли пусть Бог благословит всех нас в этом труде Аминь спасибо Субтитры ПЕСНЯ 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 Кто живет для Бога сегодня, он блажен, тот, кто верит и тот, кто ждет. Пусть Господь благословит нас в этом. Пожалуйста, друзья, у нас, если есть нужды в церкви, мы можем сейчас сказать, вначале я сейчас сделаю некоторое объявление, в эту субботу, которая будет, будет субботник. Так что у нас много работы, часть работы была сделана вчера, в благодарение всем тем, которые были, братья и сестры, братья и сестра, назову так. В следующую субботу ждем, пожалуйста, у кого есть возможность. Здесь есть очень много работы, которые нам надо сделать по благоустройству вокруг нашего здания, внутри того здания. Так что, пожалуйста, у кого есть возможность, приходите. В этот четверг у нас будет разбор слова в 7 часов вечера, без изменений. Ждем, кто изучает Слово Божие, кто хочет больше знать Слово Божие, приходите. Это очень хорошее время, когда мы вместе собираемся, чтобы, скажем так, изучать Слово Божие. В следующее воскресенье, без изменений, наше собрание в час дня, приходите пораньше, чтобы пообщаться друг с другом, скажем так, и в час дня мы стараемся начинать наше воскресное благослужение. Пожалуйста, если я, может, что-то забыл, еще что-то сказать, напомните, и будем слушать. В следующей неделе у нас будет молиться за 7 часов вечера, и также я хочу объявить, что на следующей неделе у нас будет молитва только 7 часов вечера. Вот так вот. Мы тоже будем молиться, вы как нас нет. Хорошо. Николай напомнил мне, что на следующее воскресенье у нас назначен сбор для сестры нашей Лили. Она вот была в госпитале, вот только, когда вас в четверг выписали, да? В пятницу. Так что, пожалуйста, несколько слов. Я рада, что вы здесь. Да, я рада, я рада, я рада, что на следующее воскресенье у нас будет два сбора. Один церковный, второй, то есть мы будем делать его для нужды нашей сестры. Пожалуйста, да. Я прошу помолиться всех за нашу дочь Людмилу, чтобы Господь ей дал силу и здоровье. Мы сердечно поздравляем. Спасибо. Пусть Господь вас благословит и будем молиться, чтобы Господь дал силу, силу и здоровье следовать за ним и помогать своему служению и вам всем. За здоровье еще. За здоровье Юлия и Дианы. Юлия и Дианы. Здоровье. Давайте мы все эти нужды сейчас принесем к Господу и помолимся за ним. Также вы помните, у нас есть такая тетрадь, она такая яркая и особенная, где, я понимаю, некоторые не могут вслух высказать всего, то, что они бы хотели, какие-то нужды. Вы можете записать, что да, и мы всегда во время молитвы эту тетрадь поднимаем перед Господом. Господь видит, что там записано, Он видит все эти нужды, да, Николай? Юлия и Дарина просили помолиться за их здоровье, ведь не получается все в церковь, никак там то, по работе, то, что в следующий раз они были в церкви. Хорошо, будем молиться за них. Давайте мы принесем все эти нужды предельцам Господа. Спасибо.